Санкции у нас были постоянные после 2014 года, да и до 2014 года. Мы все понимаем, что задача этих санкций, как можно сильнее ослабить Россию, попытки отчасти санкции, которые вводят США и его западные сателлиты, европейские сателлиты, я другого слова не подберу, это ослабить Россию экономически, попробовать вызвать протест у населения. Чем больше они вводят санкции, они получают обратный эффект. А вот то, что получают они в ответ у себя в странах, рекордные цены на литр бензина и так далее и тому подобное, но это уже вопрос, наверное, к правительствам этих стран. Поэтому мы не удивлены позиции США, вот этому санкционного, их попыткам санкционного давления на нашу страну, мы к этому были готовы. Я не буду говорить, что это не влияет на экономику. Конечно, влияет, и мы определенные трудности будем испытывать, но тем не менее мы и это пройдем, как проходили уже не раз. Правительство и Государственная Дума на уровне законов, постановили правительство, указов президента, были приняты беспрецедентные меры. Вот мы, в частности, ограничили вывоз пшеницы, определенного продовольствия за пределы Российской Федерации. Для чего это делается? Для того, чтобы насытить внутренний рынок, для того, чтобы у нас не поднимались цены, не было дефицита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова